Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй и мы продолжаем играть в игру 200 дней зомби апокалипсиса. В прошлой серии мы дожили до 160 дня, за это время я накопил вот такую сумму и давай наверное попробуем сегодня прожить до 170. Я думаю, что это нам будет нетрудно. Так, ну для начала прокачкой займемся. Я думаю, что это в первую очередь нам необходимо. Дима, Доминик, давай прокачаем его до какого-то, до 30-го наверное уровня, да? Томми до 40-го, Сьюзи до 40-го. Так, Рэй пускай будет пока 40-м, Джейка до 40-го. Нормуль. Так, Ваньку до 80-го. Вот так сделаем. Нифига у нас деньги с тобой улетучиваются, блин, подожди, а может быть нам Доминика до 35-го? А больше, больше я наверное не смогу. Так, слушай, давай-ка мы с тобой наверное еще что-нибудь прокачаем в плане поддержки. Например, воодушевление. Да. Или же ограждение. Давай наверное с машинки начнем. Так, 170-й возьмем уровень. Окей. Так, электричество до... А все, ребят, 165-й. Это максимально что-нибудь. Вот столько было финансов, ребята, и все они улетучились буквально за 3 секунды. А копил я их чуть ли не неделю. Ну что, давай приступать вызывать босса и смотреть, кто здесь. О, пачки! Ты посмотри, посмотри какой босс. Ё-моё, я забыл вот эти все бонусы сделать. Это, ну я не знаю, ребят, какой-то как потрошитель с топором. Ну, это действительно такой, знаешь, жесткий босс. Ну, страшный по крайней мере. Ну, мы его в хламину разнесли. Слушай, ну, получается, что мы с тобой дожили до следующего денечка. Получаем с тобой награды. Забираем. Так, будем делать с тобой, как и раньше, по старинке, да. Мы не будем смотреть весь процесс вот этого боя, да, до следующего босса. Мы будем делать с тобой некие паузы. Ну, точнее, когда я буду уже готовить видосики, я буду просто вырезать эти моменты ожидания. Ну, вначале мы с тобой заберем наши гемы. Давай заберем, что мы с тобой прокачали персонажей. Так, испытание Ивана. Двенадцать, тринадцать. Здесь девять гемов. Тут тоже девять. Здесь девять. И тут восемь. Мне хотелось бы знать, какой тут максимальный уровень прокачки выживших. Вот серьезно тебе говорю, хотелось бы это знать. Так, ну что, это пока у нас с тобой откатывается, да, все наши вот эти вот приблуды. Единственное, что, наверное, нам нужно сделать, это автоматическую стрельбу. Хотя, зачем мне она нужна сейчас? Сейчас она мне нисколечко не нужна. Это лучше делать, когда будет выходить босс. Ну, главное, что мы сегодня увидели с тобой нового босса. Вот машину давай вызовем. Пускай она всех-то давит в мясо. Ну и ждем появления очередного босса. Ну что же, вот он и появился значок вызова босса. Давай не будем медлить. Так, ну этого чудика мы с тобой уже видели. Давай посмотрим, сможем ли мы его пробить без бонусов. Так, Доминик, ты будешь выходить со своей пилой? Слушай, а он какой-то, он серьезный парень. Так, вот сейчас только пошла разборка. А до этого что-то никак не давалось. Ну, этого гопника с серпом мы помним. В прошлой серии был такой, да, у нас. Ну что же, 162 день. Два денька, как говорится, миновало. Слушай, ну уже какие-то вот чувствуются проблемки, ребята. Вот они идут и мы уже даже не сдерживаем на начале. Он проходит уже за электрические вот эти вот ограждения. Ну, опять же повторю, мы с тобой не использовали все бонусы. Единственное, что вот, воодушевление. А у нас еще есть дружеская поддержка. И машину я не вызывал. Слушай, а есть какая-нибудь новая история у нас здесь? Нет? Так, смотри-ка. Дориас может прокачаться чуть-чуть. Шон. Шона, кстати, можно до 38, до 40 уровня смело прокачать его можно. Причем здесь у нас с тобой деньги очень быстро торкопятся. Если еще вот так вот вызвать эту звуковую, свето-звуковую бомбу, они будут здесь возле нее стоять, а мои бойцы будут их здесь разбирать. Причем с полтычка. Так, Тимми, Гарольд, Ким. Вайолет, Джек. Но здесь уже 70 уровни. Так, заберем с тобой ящик. Да, я думаю, что есть смысл Шона прокачать до 40-го. Хоть они все и слабенькие, ребят, но, знаешь, мы сила в единстве. Если мы все будем порознен, то ничего у нас не получится. Это что, до сих пор еще моя там мина стоит? Нифига себе я ее прокачал, ребята. Она долго держится, кстати. Ты заметил? Это круто. Так, ну что. Будем ждать новенького босика. Значок появился. Кликаем и смотрим. Ага, этого мы с тобой уже видели. Это у нас американский футболист. Я его так называю. Ну-ка, давай эту тачку вызовем. И вот так вот сделаем. Слушай, он крепкий. Прикинь? Ну да. Уже чувствуется сила, друзья мои, в этих боссах. Раньше мы их разбирали вообще с полтыка. А сейчас приходится немножечко даже помурыжить их. Так, 163 день. Это круто. Слушай, а у нас какая-нибудь история с тобой есть или нету? Давай посмотрим. Мы обычно у выживших читали историю, да? Так, где же она там у нас находится? Вот здесь что ли? Нет. В поддержке? Нет. А где? Ага, журнал выжившего. Давай-ка посмотрим. Мы с тобой выживаем 163 дня. Выстрелов нажатием на экран 46265. Убитых зомби 4356633. Убита боссов, ну, понятное дело, 163, потому что каждый день босс. Запущенный ядерных ракет 0 и общее время игры 866 часов. Ты можешь представить, сколько она, ребята, у меня вот стоит, когда я фармлю вот эти вот деньги? Она у меня не закрывается, игра. Ты прикинь, 866 часов. Одуреть можно. Так, какой у нас с тобой последний день на выживании? Должен быть где-то... 160-й, по идее, да? 124-й, я вижу, день тут у нас идет. 100... Ух ты! А вот у нас было разве 151-й? Что-то я танки не помню. Секунду, подожди-ка, подожди-ка. Так, вот это я, по-моему, помню. А вот дальше. Путь в город на восток лежал через мост, ведущий через реку. Власти считали, что уничтожение моста остановит зомби. Однако, это лишь привело к массовому заражению беженцев, которые не смогли пересечь реку. Орда добралась на другую сторону, пройдя под нурьки. А вот это мы читали. Это мы читали. Зима неизбежно наступит. Мы собираем как можно больше ресурсов, чтобы быть к ней готовой. При низких температурах зомби двигаются медленнее. Однако, замерзшие реки и озера могут стать причиной беды для лагерей, которые построены возле воды. Кстати, да, если брать это в расчет, ну ты прикинь, да, например, ты мог спастись от зомби по воде. Ну, например, уплыть там на лодке, да, или там на плоту на каком-нибудь. Даже если зомби пойдет по дну, он все равно до тебя не достанет на воде. А во время мороза действительно лед покрывается, покрывает все озера, и зомби спокойно могут переходить. Тут действительно уже надо выбирать какие-то более укрепленные позиции, типа многоэтажки и так далее, да? Но опять же, где брать ресурсы, как делать вылазки? Так, это 145-й день. В прошлом люди считались богатыми, если у них было много денег. Сейчас наличные утеряли свою ценность. Мы торгуем ресурсами или используем золото в качестве валюты. Наличные используются для растопки. Однажды я нашел в одном поместье гору денег. Я прыгал в нее и стал подбрасывать деньги над головой. Сейчас это лучшее применение для них. Действительно, деньги во время зомби-апокалипсиса вообще теряют какую-либо ценность. Мне кажется, там будет, вот как по мне, да, это вот еда, оружие, медикаменты. Это вот три основные фактора, за которые можно обмениваться. Все. Так, 148-й день. Что бы ты хотел сделать больше всего? Что в твоем секретном списке достижений? Что тебе нравится больше всего? Если хотите знать мое мнение, у меня нет времени думать о таких вещах. Я бы хотел, чтобы у меня было время побыть наедине с собой, вырваться из оков этой темницы мыслей. Согласен полностью, во время вот такого хаоса, даже если представить, я думаю, ты о каком-то светлом будущем уже просто сразу прекращаешь думать, и единственная твоя надежда это на выживание. И причем не только в одиночку, а чтобы выжил твой напарник, потому что один ты чокнешься просто-напросто, сойдешь с ума. Да, у тебя 100% наступит истерика, какая-нибудь там, я не знаю, нервный срыв, и если никто тебя не остановит, ты можешь натворить очень-очень много хреновых дел. Так, ну что, запомним, мы с тобой остановились на 148-м денечке читать. Пойдем, там, наверное, уже босс готов. В плане, а что так долго-то? Вот, ребят, я об этом и говорил, что слишком долго приходится их ждать. Ладно, сейчас завалим и продолжим читать. 148-й день у нас, да? Мы с тобой уже 163-й сейчас миновать будем. Так что там 100% должно что-то быть написано еще. Давай мы прокачаем нашего все-таки... Кого мы там собрались качнуть? Ага, Шона. Шона мы собрались до 40-го уровня. Окей. Тут можно даже, мне кажется, и Гарольда качнуть. Гарольд. Да, спокойно. 50-й уровень он зарабатывает вообще на изи. А Ким? Получит? Ну, практически, ребят, немножко там осталось и... 60-й уровень у нее будет. Ну, а мы с тобой заберем пока гемы. Гемы нам нужны. Так, тут десяточка. И тут девяточка. Так, Босяра-то не забыл про нас, а? Где он, в конце концов? Блин, вот этот дрон, конечно, имба. Он валит вообще конкретно. Смотри. Опа, так вот, бросим с тобой. Светошумовую, да? Гранату. И все. И они тут все стоят с копом. Так, забираем награды. Я, ребят, не умножаю выручку там за просмотр рекламы или... За гемы не стоит этого делать. Смотри, стоят, горят и все равно стоят. Так, надо милы разложить. Да что ж такое-то? Где босс-то? Обалдеть. То есть, в два раза теперь дольше приходится ждать, чем было до этого. Значит, соответственно, больше идут зомбарей. Ладно, я подожду еще маленько. Вот эту штуку лучше не убирать. Электрическое ограждение. Так, а вот, ребята, зомби-волна, которая бежит. Вау-вау-вау. Ты посмотри, какой там раскромсон идет. Офигеть. Просто туши разлетаются в разные стороны. Там тело, голова, лапы, ноги. Такой хаос. Нет, серьезно. Где босс-то? А может быть, он глюкнул, ребята, а? Да нет. Опа, смотри-ка, у нас уже появляется здесь, ты видел, да? Кто сейчас шел? Зомби спортивные. Американские футболисты уже здесь потихоньку начинают выходить против нас. В принципе, я не сомневался, что рано или поздно они появятся. Давай машину с тобой вызовем. Давай, дави их всех. Просто, ну, ноги, руки в разные стороны. Блин, вот мне интересно просто узнать, сколько там надо ждать, а? Покажите мне, пожалуйста. Ой, не то нажал, ребят, не то. Вот что надо. Да ем ее, я опять не то нажал. Так, все, ребят, уже без этого. Зомби готов выйти. А у нас что тут? Зомби-волна бегущая, нет? Нет. Ну что, вызываем, смотрим, кто тут у нас. Опять ты. Опять ты. А что ты так быстро бежишь? Эй, 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 погоди, погоди. А что ты так разгонался-то? Ребят. Такого фига, он практически дошел до нашего забора. Кстати, заметил, что забор у нас с тобой преобразился немножко? Вон, красная уже появилась. Такая полоска. Так, 164-й день. Окей. Блин, это я понял, почему, ребята, мы с тобой нажали двойную скорость. Вот это я сглупил. Тогда нам придется здесь активировать автострельбу. А надо было вот это вот приобретать. 220 зомби нужно подбить, для того, чтобы вышел следующий босс. Ну, пойдем с тобой пока почитаем, да? Мы с тобой остановились на... Каком там денечке-то? 148-й день. Записки, да? Выживших. 148-й день. Так, перематываем. Это 28-й. 58-й. 88-й. 118-й. Вот, 148-й день. Перелистываем листочек. 151-й день. Путешествуя по пригороду, я наткнулся на останки взвода солдат, который не пережил нападение орды зомби. Выживших не было. Даже танки и бронетехника не помогли. В окружении зомби, которых привлекла стрельба из оружия, они израсходовали все патроны и топливо. А в итоге, встретив свой конец. То есть, против зомби, ну, практически, да, бесполезно воевать. Потому что они бесконечные. А патроны-то кончаются. Подкрепление фиг тебе кто принесет. А зомби... Вот, если по большому счету брать, да? Труп. Когда человек умирает, он, ребята, окоченевает. То есть, у него конечности... Так как кровь не ходит в организме, да? Он превращается, ну, в манекен. Я тебе так попроще скажу, да, в манекен. То есть, у него ни ноги, ни руки не двигаются, не сгибаются. То есть, полностью превращается в дерево. Интересно, как они могут, извини меня, передвигаться? Тем более, что-то слышать и видеть? И почему они едят плоть? Вот, логически, вот так вот, если подумать, да? С чего вдруг? Я понимаю, конечно, там... Можно представить, что они будут уничтожать все, что шевелится, или все, что им попадается на глаза. Но каким хреном они это все видят и слышат, если у них умер мозг? А тем более, как они двигаются? Да. Это, как бы, получается, из жанра фантастики, да? Но, тем не менее, почему-то эта тема очень популярна. Ну что же, у нас с тобой 154-й день. Водоемы не могут обеспечить безопасность, потому что зомби могут перемещаться под водой. Бывали случаи, когда круизные лайнеры и прибрежные отели окружали зомби. Некоторые пытались убежать на небольших лодках, но зомби забрались на них с воды. Интересно, как? Как они забрались? Они вот прям догадались, что нужно по веревкам ползать? Это бред какой-то. 157-й день. Возле одного военного лагеря была обустроенная зона карантина, окруженная колючей проволокой. Одну сторону стены прорвали, покрыв шипы, мусором, телами и ошметками одежды. Некоторые зомби бродили неподалеку. Совершалось много попыток загнать этих существ под карантин. Но я уверен, что многие из них провалились. Я тоже уверен, что многие из них провалились, потому что, ну, сколько фильмов, сколько темы было про этот карантин, да, и обязательно какой-нибудь заражен или еще что-нибудь в этом роде появляется. У кого-то есть иммунитет или кто-то невосприимчив к заражению. Ну, не знаю, ребят. Так, 160-й день. Вот уже это наш день, ребята. Мы нашли несколько книг. Художественные произведения – это хорошо, но больше всего ценятся книги о выживании, в которых есть карты, путеводители, способы завязать узел и подобное. Иногда я собираю поваренные книги и рассказы о зомби-апокалипсисе, которые когда-то считались фантастикой. И у нас 163-й день. Нам известно, что зомби не наделены интеллектом и реагируют на звуки и запахи. Однако я нашел очень медленного зомби. Он почти не двигался, но бросился рывком на выжившего, когда тот подошел слишком близко. Может, это была случайность, а может быть, у некоторых из зомби есть какое-то подобие разума. Ну, вот если только так, ребята, какое-то подобие, ну, откуда оно берется? Мне кажется, это даже не подобие, а какой-то инстинкт должен быть. Так, это у нас журналы экспедиции. Новых, по-моему, у нас с тобой нету, да? Лес это было. Это все было. Метро было. Аэропорт был. Стоянка это все было. Мотель был. Радиовышка была. Да, нового пока ничего нету. Ну что, босс еще до сих пор не появился. Сколько? Всего 50 уничтожили из 220. Это все. Я уже столько прочитал. Ну, ты сам видишь, да? Долго придется ждать. Ну, деваться некуда, будем ждать. Ну что, вызываем. Вызываем и смотрим. Так, ну этого мы с тобой уже видели. Этого мы уже зомбика встречали на нашем пути. Давай, 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 давай. Ну, он такой крепкий-то, смотри. Доминик что-то вообще не выходит с своей пилой. А что он действительно застыл? Скажи-ка мне на милость. Вот. Подорвался. Слушай, раньше он почему-то чаще выходил, да? С пилой. Так, ну что же. Какой у нас день? 165. Остается 5 денечков еще и все нормуль. Это будет 170 и останется у нас 30 дней. Всего лишь выжить и мы с тобой пройдем эту игру. Я надеюсь. Еще неизвестно, что у нас тут за последний босс будет. Мы же с тобой кого-то тут только не видели. И зомби-дома и прочее-прочее. Я не удивлюсь, если будет какая-нибудь зомби-фабрика. Ё-моё, ты посмотри. Армада на меня идет. Ну что. Нам с тобой ничего не остается. Как ждать следующего прибытия босса? О-о-оу, зомби-волна. Ну, все равно, смотри, мы справляемся здесь. Причем довольно неплохо. Я вот так вот сделаю. Света шумовую поставлю. Она у нас долго с тобой стоит. И все они... Кстати, мы можем прокачаться немножко. У нас есть немножечко финансов. Опа, Ким 61 уровень у нас получает. Я могу, наверное, и Тимми также прокачать. Ну-ка, проверим. Хватит у меня. Да, друзья мои. 51 уровень. Значит, я могу и... Чарльза прокачать. До 60 уровня. Вообще, без проблем на самом деле. Так, а Вайолет? 70. Тайлера тогда прокачаем. Ага, все, закончилось. Но тут-то суть в чем, ребят? Собрать гемы. Так, 12 гемов. Тут 11. Тут 11. И здесь 10. Слушай, ну вообще классно. Стоит дешево. И за это мы получаем гемы. Так, ну что? А, в плане уже босс. А почему так быстро? Я не понял, ребята. А как так получилось-то? Эй-эй-эй-эй. Подожди, 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 родной. А как так получилось, что мы с тобой пока усиляли, мы дожили до босса? Я не понял. Эй, валим, 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 валим. Друзья мои. Он подходит. Он подходит к нашим вортам. Ну. Давай, Доминик. Я. Фух. Мы его взорвали. Ребят, как понять? Взорвали. Мы его уничтожили, а не взорвали. Просто он так разлетелся, как будто он подорвался на чем-то. 166 день. Я одного не понял. Пока мы с тобой там улучшались, как-то вот действительно быстро у нас босс появился. То его ждешь, да? Вечность. То он тут появляется. Откуда-то. Значит, я еще могу... Вот. Тома. 80 уровень. Ну, как бы мне хотелось своего персонажа прокачать. От него тоже много что зависит здесь. Слушай, а мне хватит? Ага. 296. Это одна прокачка стоит, да? То есть, ну... Можно реально Тайлера прокачать. Дай-ка я заберу здесь гемы. Ага. Вот они. 13 штук. У нас уже 294 гема. А сколько там до босса? Давай посмотрим. Слушай, ну что-то быстро у нас как-то. Смотри. А, нет, 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 ребята. Это еще соточку. Ну, в принципе, можно дождаться. Тут как-то очень быстро у нас. То ли волны идут офигенно. Посмотри. Счетчик просто повышается. Мгновение ока. Так. Сундук прилетел. Этот наш стреляет, стреляет там, наяривает, да? Главный герой. Расфигачивает всех налево и направо. Давай вызовем тачку. Опачки. И сейчас уже босс будет, друзья. Уже сейчас выйдет босяра. Давай мы с тобой, наверное, вот так вот сделаем. Вот, он уже появился. Прикинь, как быстро. Вызываем. Кто у нас тут? А, этот хлыщ старый. Старый дед Мазай. Мы можем вот так вот сделать с тобой. Тихо, тихо, тихо. Да хорош, парень, успокойся. Так. Подключаемся, ребята. Подключаемся к атаке. Давай, давай, давай. Может быть нам разрывные поставить с тобой? Да, так будет, по-моему, поэффективнее. Но все равно, ребята, они уже подходят в наглую практически к нашим вратам. Уже тяжело их сдерживать, серьезно тебе говорю. С этим надо что-то делать. А что ты с этим сделаешь? Только лишь прокачка нам поможет здесь. 167 день. Еще три денечка продержаться. Ну что, ладно. Сделаем небольшую паузу. Завернемся, когда уже будет готов Босяра выйти. Ну вот, в принципе, и дождались. Так, бонусов у нас пока нету. Мины все стоят, как ни странно. Даже еще никто и не задел их. Опять ты. Знаешь, кого он мне напоминает? Я вот сейчас посмотрел. Помнишь фильм такой? Техасская резня бензопилой. По проманичеллу, который снимал кожу с людей, да? И вот он вот маску на себя надевал человеческую. Так вот он мне почему-то именно его напоминает. Только вот было бы классно, если бы у него в руке был не топор, а бензопила. Тогда бы вот точно было вот тихо. Ты смотри, что... Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Есть. Успели. Ё-моё. Слушай, я боюсь, у нас на 170-м дне будет, наверное, такой босс, которого я не смогу одолеть. Ну, мы увидим с тобой через два дня. Кто там у нас будет? А хотя мы не увидим с тобой, нам главное дойти, а не пройти 170-й день. Хотя, ради исключения можно не глянуть, да? Нам еще, извини меня, два дня выживать. Ну что, идем в ожидание. Так, заберем ящик с тобой. Вот этот. И вызываем боссяру. Опачки! Сам Джейсон, что ли, нас навестил? Не, ребят, вот это вот точно кожаное лицо. Ё-парсаты. Фига ты, парень. Мощный-то какой. С бензопилой, все дела, да. Но у меня есть Доминик, который тоже с бензопилой. Вы потягайтесь-ка с ним лучше. Так, где мои мины? Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Друзья, он практически... Ух. Слушай, нифига он тугой. Я серьезно говорю, он был очень тугой. Я в него практически без остановки бомбил. И он еще бы немножко и дошел бы. Друзья мои, дошел бы на наших ворот, и было бы неприятности. Так, давай-ка я дальше буду прокачивать наших бойцов. Вот я Тайлера хотел докачать до 80 уровня. Кого дальше? Джека? Или Саманту? Слушай, Саманта получает тоже 70 уровень. Тот. Ну-ка. Тоже 70 уровень. Так, Джонни. Ну, Джонни-то уже, наверное, будет посложнее качнуть. Но, в принципе, два уровня, и он будет 70-м левелом. Так, здесь забираем гемы. Тут заберем. Тут. Мне одного непонятно. Ой-ой-ой, нифига тут армада. Мне одного непонятно. Зачем здесь вообще применять ядерный взрыв? Что он тебе дает? Какое преимущество ты от этого вообще получаешь? Ну-ка, дай-ка глянем, сколько у нас там. 128 уже. Слушай, а тебе не кажется, что зомби стали быстрее двигаться? Не? Нет такого ощущения? А у меня почему-то есть. И слишком часто тут волны вот эти вот. Да хорош. Нам еще один день просто прожить и все, ребят. Ну, действительно, зомбари здесь очень быстро копятся. Ты сам видишь. Особенно, когда вот здесь вот их шинкуешь. Или вот когда так вот машину вызываешь. Смотри. Хоба. И босс готов. К выходу, естественно. Ну, что, ребят. Глянем, что здесь за бассера у нас. Глянем, конечно. Так, опять этот кожаное лицо у нас тут. Ребята, у меня бонусов нету. У меня бонусов нету. Давай разрывные ставим. Ё-моё, а что так? По-моему, тут мы с тобой встряли. По полной программе. Без бонусов нам его не одолеть, скорее всего. Я даже половину здоровья не отнял у него. Половину не отнял. Я фигачу. Как, не знаю кто. У меня скоро мышку продавит. Дрон, ты бы хоть бы помог бы. Куда ты там летишь-то? Ё-моё, в молнию-то влепи свою. Нет, сейчас пробьет, ребята, врата. Всё. Пробил. Прикинь. О, Гарольд ранен. То есть я не справился. Понимаешь? Офигеть. Я не справился. Смотри, уже вот эти гопники с серпами здесь бегут против нас. Короче, делаем следующим действием. Ждём, когда у нас с тобой откатятся бонусы. Машина. Так, убери отсюда стрельбу. Автоматическую стрельбу я, пожалуй, поставлю, да? Немножечко. Ну, как откатываются у нас? Хотя вот уже сейчас, ребята, можно, в принципе, вызывать босяру. Да. 25 секунд тут осталось подождать. Хорошо, стоим, ждём. В ожидании мы с тобой. Фу. Будем вызывать машину. Бонусы активировать, да? И, конечно же, мины. Ты посмотри, смотри, смотри. Бегут с вами голову. О, ё-моё. Фига тут. У нас с таким темпом, ребят, как деньги копятся, мы с тобой... Хотя ты видел, да? У нас было 560 с лишним там этих хашек. И я потратил буквально за 3 секунды. Вот надо этого. Оживить. Сколько там? Вернуть в бой, да, Гарлет? Тебе обязательно нужно вернуться в бой. Так, а Саймона можем прокачать? Опа. 50 уровень. Так вот, просто легко. И безмятежно. Так, ну что, откаты у нас с тобой все прошли. Выставляем мины. Светошумовую вызываем. Погнали. Где этот хлыщ? Вон он идет. Все, ребят, активировал полностью бонусы. Разорвные вставлю. И влупляю. Что есть мочи. Ну, давай, 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 давай. Да ну, хорош. Ребят, я не знаю, в чем проблема. Так, ну половину за руль мы у него отняли. Половину только лишь. Фига ты, парень. Это ж как нам нужно прокачаться для следующей серии, чтобы до 180 дня. До 170, да? Нет, 80. Фух. Одолели мы все-таки его. Этого гладранца. Босс побежден. Что-то мне как-то даже от этого не легче. Ну что, друзья мои. Как ты понимаешь, так, выруби ты свою стрелялку. Как ты понимаешь, нам еще выжить 30 дней нужно. И игра будет пройдена. Надеюсь на это. Сегодня, да, увидели двух новых зомбарей. Чувака с бензопилой. И кожа на лицо. А на этом я буду закругляться. Всем пока, всем удачи. И до новых скорых видосиков.